Итак, меня зовут Олег Калагудвин и мы продолжаем наш тренинг по иммунальной терапии. Как я говорил, в местах, где у нас лордоз, это поясничные и шейные, мы по большей части используем приемы скручивания. Ну, в данном случае шею мы уже разобрали, а теперь поясницу. Для этого нам надо положить человека на бок. Вот так вот, да-да-да, вот просто ложись. Вы ему подсказываете, пациенту, как надо правильно лечь, голову желательно за плечо, то есть руку вперед, плечо чуть-чуть вперед, вот так, чтобы голова лежала. Вот, это рукой пока можно покачиваться, ногу сгибаем, колени верхними перпендикулярно, и для начала мы просто проверяем, как надо было себе, ну, попробую с той стороны снять, чтобы было видно. Упираюсь, расслабься, расслабься. Его ногу вот она расслаблена, в живот, чтобы если она-то тяжелая, да, чтобы был упор. И проверяем вот эти позвонки, раскачиваю их, шатаем, смотрим пальцами, методом пальпации, вектор блок. Под прямым углом это будет проверяться L5, S1, вот это сочинение. Если хотим выше перейти к позвонкам, да, то угол делаем побольше. Еще выше, еще больше угол. И проверяем. Вот, теперь, ну, во-первых, это уже массаж, это уже такой некоторый прием, как самостоятельно, как самостоятельный прием, вы его можете использовать. А скручивание будем делать следующим образом. Ну, вот так же, ее можно чуть-чуть свесить. Руку можно оставить так же, я покажу сразу. Три способа, вы для себя сами выберете, какой он наиболее оптимальный. Чтобы здесь нога не соскальзывала, некоторые нажимают его коленом, идут прямо сюда коленом кладут. Вот, и давим в подвздошную кость, где она выступающая. Над крестцом они немножко выступают. Вот, там уголки подвздошных костей есть. Вот, на схеме вы их можете видеть. И вот я рисовал, да, вот эти уголки, они достаточно явно заметны. Опять же, мы их используем, как область проекция нашей силы. То есть, вот тут мы должны надавить на себя и в сторону. Вот, получается, по диагонали вот такая скрутка. А с этой стороны мы даем в плечо в противоположное направление. Ну, чтобы упор был больше, у вас длины руки не хватит. Поэтому, в этом случае, можно давить локтем, то есть, вот этой коточкой своего локтя я зацепился за его кость. Подвздошный уголок вот этот вот, да, вот. Клечет даем в ту сторону и по спирали вот так его раскручиваем. Так же, как во всех наших манарных техниках, желательно использовать несколько раз качания. Дождаться, когда вот вы попадете вот в эту зону преднапряжения и говоришь выдох. Хруст может быть услышан как в нижнем отделе позвоночника, так и в крестцово-подвздошном сошенении. Вот здесь. Второй способ. Нижнюю ногу прямо. Это продолжаем загибать вот так. Возможно ее смесить, чтобы еще больше натяжения было. Кстати, вот этот прием может использовать тоже в самостоятельной станции. Самой помощи. Просто растяжение. Растягивать потихонечку. Если долго вот так вот вы полежите, минут 10, то там уже самостоятельно можно услышать разблокировку. Берем вот этот второй. Удобнее на полу использовать. Ну, для тех, у кого не хватает собственного веса, да. Вы можете вот так упор сделать ему в ту же самую косточку здесь в плечо. Желательно назад довести. И у вас получается вот такая амплитуда движения. Раз, два. Раскачиваем. И сделали. Так. И третий способ, который, честно говоря, вот мой более любимый. Пододвините, пожалуйста, чуть повыше головой. Нет, вот сам хруст, он не всегда бывает прямо с первого раза. Ну, то есть, зажатость мышц у всех индивидуальная. Некоторых людей надо просто дольше подготавливать. И может быть не с первого раза. Но щелчок, да, должен быть. Так, вот эту коленку держи этой рукой. Смотрите, внимание, поза немножко другая. Голова лежит за плечом на столе. Вот эту ногу постарайся выпрямить и зацепиться за столом. Вот он сам себя зацепляет. Держишь. Держишься, да, не надо? Вот, держись. Этой рукой чуть-чуть отнимаешь меня. И смотрите, как получается. Внимательно. У нас рычаг будет больше за счет того, что мы давим корпусом. Для этого мы ту же самую кончику, естественно, давим. Садимся ниже, а тут обхватываем его всем своим предплечьем. И получается, держись, держись, голову расслабь. Дверь. Вот, видите, все-таки уже получился щелчок. Во-первых, мы до этого его скачали, да? Во-вторых, когда я делал этот прием, я, если там незаметно, я практически локус упер свое бедро и своим бедром подтолкнув еще больше. Какие-то могут быть ошибки. Ну, и, кстати, вы заметили же. Вы заметили, да, что вот в этом третьем способе получается наиболее, он больше закреплен здесь. И здесь плотнее я его закрепил, да? Не надо давить некоторое дает вам в плечо. И чуть ли не в подмышку. Там просто лимфа, болевые синдромы будут, они будут мешать. Поэтому давить надо либо верхнюю мячу, уголок плеча, да? Либо, как я, по диагонали через всю грудную клетку. Так. Ну, на этом эти приемы мы сейчас закончим. В следующем видеоролике мы изучим новое, кое-что интересное. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok